Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки еженедельной главы Торы и Шатра Авраама. И сегодня мы начинаем учить одну из очень важных глав, в принципе, как и каждая глава Торы. И она называется Итро. Почему она очень важна, просто крайне важна? Потому что в нашей главе мы видим, как Всевышний дает человечеству Синайское Откровение, дает Тору еврейскому народу. Но мы поставим два вопроса и в течение разбора нашей главы мы попробуем на них ответить. Первый вопрос задают наши мудрецы. Как так получилось, что самая главная глава, там где самое важное действие, дарование Торы, названа она в честь человека, который даже евреем не был. Более того, он был жрец Медьяна. И почему такая глава названа в честь его имени? И второй вопрос сказано так, что если бы Итро не пришел к еврейскому народу, туда от горе Синай на дарование Торы, то дарование Торы вообще бы не состоялось. Поэтому мы понимаем, что Итро есть очень важный человек в данном повествовании. Нам предстоит выяснить, почему. Кто такой Итро? Медраж говорит, что это как раз один из трех жрецов Медьяна, которых позвал когда-то фараон, когда ему пришла идея топить еврейских младенцев. И Медраж нам рассказывает, что он позвал трех жрецов и спросил у них совета. И один жрец по имени Бельям, он сказал, что да, обязательно надо топить. Второй жрец по имени Иов, он сказал, он воздержался, он не выразил своего никакого мнения. И третий жрец, тот, который был Итро, в будущем тесь Маше, он сказал, что еврейских детей топить ни в коем случае нельзя, за что и был подвержен гонениям, подвержен изгнанию. Вот и тогда он ушел из Египта. Вот и вследствие мы видим, что именно Итро Всевышний вознаградил. Бельям, там было у него все очень плохо, это описано в истории Ахтанаха. Ну и Иов тоже, так как сказано, что когда ты можешь повлиять на что-то, и ты воздерживаешься, это тоже считается плохое поведение, плохой поступок, то Иов тоже пошел, понес за это наказание, и оно написано в книге Йова. Вот. Теперь немножко посмотрим то, что сказано в прямом тексте Торы, что Итро есть тесть Маше, у него есть дочь, которую зовут Ципора, вот, также у него есть два внука. Вот, и мы вспомним одну небольшую историю, как Маше садит свою жену и детей на осла и везет их, едет вместе с ними в Египет. А в нашей истории мы видим, что Итро берет свою дочь и своих внуков и приезжает в горе Синай. Задается вопрос, как же Ципора оказалась обратно в Медяне, если она ехала в Египет, то нам объясняет устная Тора такую историю, что Маше, когда он уже почти подъезжал к Египту, навстречу ему вышел его брат Аарон. И Аарон говорит, что же ты делаешь, ты не представляешь, куда ты приехал, ты не представляешь, что тут терпит еврейский народ, мы тут все рабы, тут почти как концлагерь, а ты мало что жену сюда привез, еще и детей своих привез, ты привез сюда новых рабов, вот, это исключено, отправь их обратно. Вот, и Маше послушал своего старшего брата, и сказано, что он отправил Ципору с детьми обратно к своему отцу, и поэтому она была в Медяне. Вот такая вот история, вот, и мы видим, что сама глава Итро начинается с таких слов, что Итро услышал о победе еврейского народа над Амалеком, вот, и надо тут немножко нам разобраться, что происходит, вспомнить, как закончилась предыдущая глава, что евреи попали в место, которое впоследствии назвали испытания и раздоры, написано, что они там ссорились, они роптали, говорили, есть ли Бог среди нас, и пришел Амалек. И мы в прошлый раз немножко разобрали эту идею, что когда человек, какие-то приходят испытания, а человек ссорится, вот эти раздоры, все, что среди них происходило, ропот, прихоти, они говорили, есть ли Бог среди нас. И пришел Амалек воевать с ними, то есть всегда вот этот ропот, вот этот негативизм, всегда притягивает в жизнь человека каких-то врагов, какие-то проблемы. Вот, и мы говорили, что Каббала объясняет нам внутренний смысл, что это за враг Амалек, что это холодность. Слово Амалек раскрывает идею холодность, холодность и ко всему святому, холодность и ко всему божественному, холодность к молитве, холодность к торе, холодность к святому образу жизни. Вот, и, конечно, приходит лень, приходит сомнение. Вот, и это была такая серьезная война, и сказано, что еврейский народ победили, там описано все, как это было. Маше молился, его руки поддерживали два его помощника, и пока они молились силой молитвы, то народ Израиля под руководством Ишуа бен Нуна одерживал победу, и так они победили. Вот, и сказано дальше, что война с Амалеком у вас из рода в род, то есть мы понимаем, что это непримиримый враг, да, что вот эта холодность к всему святому, это всегда есть такая атака на человека, и с этим никогда нельзя мириться. Вот, и глава начинается такими словами, «И услышал Итро, правитель Медьяна, тесть Маше, обо всем, что Всевышний сделал для Маше и Израиля, как вывел их из Египта, он услышал, он все время следил за тем, что происходит с Израилем, он знает о Египте, он знает о раскрытом море, но последней каплей стало, когда он разбил Амалека, и тогда написано, и услышал Итро, и он пришел, взял свою дочку, взял своих внуков, и пришел к горе Синай. И в нашей главе рассказывается, как Маше вышел на встречу, как он гостеприимно встретил Итро, вот, но нам интересно, вот, немножко разобраться, вот, понять вот это вот, вот, натуру Итро, через вот, понимание врага Амалека, и так далее, вот, и смотрите, ведь были же враги египтяне, а был враг Амалек, чем они отличаются, что Амалек такой непримиримый, а отличаются они самым главным, египтяне, через вот эти все свои проблемы, и все, что они устроили еврейскому народу, они вытолкнули народ к Торе, а Амалек стал на пути к Торе, он препятствовал им на дороге, чтобы они не получили Тору, и вот это самая главная вражда, самая большая проблема, почему, потому что именно Тора, дает внутреннюю силу человеку, преодолевать всякие трудности, всякие слабости, вот, и я хочу рассказать историю, недавно я услышал от одного раввина, такую историю, что когда римские оккупанты завоевали Израиль, вот, и они узнали, что там был один мудрец еврейский, вот, и, ну, они подумали, если он действительно мудрец, то мы можем воспользоваться его мудростью, но надо как-то проверить, на самом деле мудрец он или нет, они задали ему какие-то вопросы, ну, он на них ответил, но они думают, надо какой-то ему практический экзамен, и тогда они дали ему такой практический экзамен, не дали ему козу, и сказали, вот, ты можешь сделать так, ты будешь ее год кормить, и чтобы она не потолстела, вот, ну, этот мудрец, праведник взял эту козу, год ее кормил, за ним следили год, он ее год сильно и обильно кормил, и через год ее взвесили, она совсем не потолстела, и оказывается, что он сделал, он взял эту козу, и он привязал ее рядом с клеткой тигра, и что происходило, она все время тряслась, она все время дрожала, она все время писала, и так далее, и через год она никак не потолстела, почему она находилась в состоянии систематического внутреннего стресса, и она не потолстела, и о чем говорит нам эта история, что внутреннее состояние души, она влияет всегда на жизнь человека, на все материальное, на все происходящее, вот эта несчастная коза, из-за внутреннего стресса, она так долго, год целый мучилась, это полностью отразилось на ее физическое, на физическое проявление, и этот случай нам показывает, что точно так у человека, если у него в душе, вот это вот сомнения постоянные, лень постоянная, холодность ко всему божественному, лень учить Тору, неохота выполнять заповеди, неохота ничего делать, лень молиться, все это человек не хочет делать, то откуда возьмется сила у его души, а вследствие этого, конечно, и такое поведение, поведение человека, зависит от состояния его души, вот, теперь немножко мы поговорим о душе человека, вот, это очень интересное явление, каждому полезно это знать, вот, и мудрецы на основании кабалы, то есть скрытой мудрости, они объясняют нам, что душа вообще, она похожа на веревку, тут, конечно, надо понимать это все с мудростью, вот, потому что, как человек чаще всего представляет душу свою, ну, в кино есть, например, там, привидение, ну, как астральное тело какое-то, или как это на самом деле выглядит, так наши мудрецы и объясняют, что с тех пор, когда Всевышний вдохнул душу в человека, вот этот выдох, он имеет такой след, типа веревки, типа такая вот длинненькая, как бы, веревка, которая начинается в совом Всевышнем, а попадает она внутрь человеческого тела, и после того, как Всевышний вдохнул душу в человека, человек стал душой живой, его тело ожило, и человек стал говорящей, все, что мы имеем на сегодняшний день, вот, так нам мудрецы объясняют, тем не менее, что она похожа на веревку, но все-таки она единая, душа у человека единая, это одно целое, но она имеет пять уровней на самом деле, и каждый уровень, он все выше, 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 и ближе к Всевышнему, и на иврике это называется так, нефеш, руах, нешама, хая и ехида, вот, и объясняют нам наши мудрецы, за что отвечает вот каждый этот уровень души, что вот кровь, например, сказано, душа в крови человека, это уровень нефеш, и за что отвечает этот уровень души, просто за жизнь человека, да, такая же душа есть и у животных, например, вот, такая же душа есть и в человеке, и человек хочет кушать, человек хочет спать, человек хочет наслаждаться, человек хочет размножаться, и все, что связано с жизнедеятельностью тела, это отвечает эта душа, следующий уровень называется рог, не зря рог на иврите ветер, и за что отвечает этот уровень души, он отвечает за эмоции человека, за эмоции, сегодня человек любит, завтра ненавидит, тут переживает, тут боится, тут опять не боится, как ветер переменчивый, точно так же эмоции человека, они тоже переменчивые, следующий уровень называется нашама, за что отвечает уровень нашама, еще называют разумная душа, то есть у человека есть разум, есть эмоции, а есть физиология, и вот эти три уровня, они находятся внутри человека, и они отвечают за вот эти вот явления, то чем мы живем, это интеллект, это эмоции, и это уровень физиологии, и отсюда мы понимаем, почему, когда Всевышний вывел людей из рабства, еврейский народ, то он не просто сказал им, а теперь разбежитесь по пустыне, и живите как хотите, но вывел он их с какой целью, с целью, чтобы вы совершили мне служение на горе, какое служение получили Тору, потому что когда человек начинает изучать Тору, то у него начинает разум его принимать информацию от Всевышнего, а Тора она напрямую связана с Всевышним, и поэтому у человека и разум меняется, у него меняется мировоззрение, у него отменяются ценности, меняются, у него меняется отношение к этим ценностям, часто то, что он вчера любил, сегодня он становится ненавидеть, то, что он вчера пренебрегал, сегодня это становится самой главной ценностью в его жизни, а тело, тело реагирует дальше, тело выполняет дальше те действия, если он вчера делал какое-то беззаконие, то сегодня тело это становится делать добро, И естественно это весь один человек. Но есть оказывается то, что говорят нам наши мудрецы. Есть еще два уровня, которые называются хая и хида. Если просто назвать их так по простому, чтобы было понятно даже ребенку, один уровень это как бы интуиция, как бы интуиция человека. И другой уровень это как бы корень души человека. И нам объясняют, что вот эти два уровня они не находятся внутри человека. Они как веревка находятся вне его. Но человек может интуитивно получать какие-то сигналы, получать какие-то знания. И корень души это самый высокий вот этот часть души. Так иногда корень души это то, откуда душа там где чистое, абсолютно чистое, святое, незапятнанное. Вот это вот. И человек имеет связь с Всевышним. Вот поэтому связь с душой бывает сверху вниз. И сверху вниз это Тора. Когда мы изучаем Тору, которую Всевышний дал на горе Синай. А он ее для этого и дал. Чтобы и еврейский народ, и другие народы мира. Все нашли там то, что надо для каждого. И женщина, и мужчина, и дети, и пожилые люди, и цари, и рабы, и граждане. Каждый человек там может найти для себя оригинальные вещи. И то, что нельзя делать, запреты, и мудрость Всевышнего. И человек должен это систематически изучать. И через это сверху вниз. Но есть отношение связь с души снизу вверх. Что такое снизу вверх? Это молитва. Когда человек молится Богу. То он связывается с человеком. И его душа, она вот в это время имеет связь с Всевышним. Или когда человек делает добрые дела. То же самое, потому что в Торе что сказано? Исполняйте мои заповеди. Там есть много всевозможных добрых дел, которые может делать человек. И каждое доброе дело, каждая заповедь. Все, что человек делает во имя Всевышнего. Это делается во имя Всевышнего. Это и есть связь души с Богом. Потому что он думает про это. Он размышляет про это. Он испытывает какое-то переживание при этом. И конечно, во время этого его душа очищается. Его душа наполняется какими-то божественными силами. Вот. И получается, что человек совершенствует вот свой нефеш. Да? Он все время его совершенствует. Вот. И теперь, ну, важно понять, что еврейскому народу дано было на горе Синай. Да? Вот это раскрытие очень большого уровня. Потому что даже мы видим, что там произошло. Они все осветились. Они все очистились. Ведь от чего зависит, насколько у человека есть эта связь. Вот от этой внутренней чистоты внутри. Некоторые люди ходят. Они кроме животных инстинктов. У них ничего нет. Все их эмоции, весь их интеллект, он поглощен своей вот этой животной природой. И вообще они про небеса и вообще никогда про это не думают. Вот. Но евреи под горой Синай очистились, осветились. И это произошло сверхъестественным образом, потому что это было желание Всевышнего. И он помоген сверхъестественным образом. Ну, написано, что там, например, весь еврейский народ слышали первые два речения. И почему они не захотели слушать остальные, а послали Маше? Потому что их души не выдерживали такого напряжения. Связь с Богом такого уровня. Они не могли это выдержать. Сказано в Медреше так, что их души вылетали, как будто они умирали. И залетали обратно. И они вот это такое переживание получили. И после двух заповедей они говорят, Маше, ты иди, мы не выдерживаем. А ты придешь и нам расскажешь, а мы тебе доверяем. Но ты иди послушай Бога сам. И так оно на самом деле и было. И, например, мы видим дальше в Торе, Всевышний сказал евреям, что вы построите храм, вы сделаете все, как я вам в Торе описал. А я буду жить в вас. И там есть такое перевод. Что такое в вас? Я буду жить внутри каждого и со всем народом вместе. И вот тут мы через это можем понять, вот именно миссию еврейского народа, как священниками. Всевышний раскрывает особенные качества души. Через это возможную связь с собой, приносить молитвы, служить в храме, приносить жертвоприношения. Получать и учить знания Торы. И поэтому каждый еврей и все евреи в целостности, они составляли вот это вот то, что называется, вы будете народом и царством священником, народом святым. Вот есть интересный пример. Вот почему написано в Танахе, что я соберу всех евреев в будущие времена. И почему именно еврейский народ, вот такую ценность, что ну не какой-то другой народ. Ведь сегодня по всему миру все разъехались. Но у Всевышнего есть какая-то идея, что будет страна Израиль. И будут рассеянные евреи по всему миру. И он их соберет именно в Израиль. Есть, например, несколько примеров. Вот есть Тора, и говорят, что в ней ровно столько букв, сколько евреев стояло под горой Синаи. А есть еще другой принцип, что если одной буквы в Торе нет, она считается неподходящей для богослужения. То есть ее не могут брать в синагоги, читать и так далее. Она считается некошерной, непригодной для употребления. Почему? Там нет одной буквы. И точно так же, как мы понимаем, если в каждом евреи раскрылись вот эти все силы божественности, все силы их души, то получается, что когда они все вместе, это огромное раскрытие Всевышнего на земле произойдет. И так оно и будет написано, я соберу вас всех в Иерусалиме и сниму покрывало, лежащее на всех народах. То что это значит произойдет? Это произойдет божественное раскрытие во всем человечестве. Это и есть священство народа Израиля. И тут надо понять вот как бы образность этого выражения, да? Ну за что такой подарок Всевышний сделал еврейскому народу? Ну сказано, что я избрал вас, я отделил вас. Для чего? Для выполнения особенной миссии. Будете мне народом священников. Вот. И понятное же дело, что у народов язычников таких сил души не было. И мы видим, что все как это происходит в Торе. Вот. А так как священство включало в себя идею стать света, чем для народов. Вот. Вот. Поэтому как бы и ждали представителя. Вот в нашей вот всей вот этой вот приключении. Гора Синай, дарование Торы, еврейский народ. Там с ними были и другие народы, которые вышли все по разной причине. Вышли с ними и Египта. Кто-то пошел за компанию, кто-то из убеждений. Кому-то уже жить негде было в Египте и так далее. Но здесь ждали яркого представителя. Потому что Итро является ярким представителем других народов. Который размышлял, который искал Всевышнего. Который уже что-то очень много в себе понял и разобрался в духовных вещах. И ему чего-то не хватало. И вот была последняя капля, когда он услышал про Египет, про раскрытие моря, про Амалека. Когда он все это понял, он понял, что ему надо срочно идти туда и получить те силы души, которых у него не хватало для полного понимания, для полного счастья. И поэтому он пришел к горе Синай, чтобы получить Тору вместе с еврейским народом. Давайте немножко еще разберем то, что мы знаем о Итро. Сказано, что он был жрец Медьяна и что он имел семь имен. Так объясняют нам наши мудрецы, что это за семь имен. Это значит, он раскрыл в себе семь эмоциональных качеств. И дошел до понимания семи законов мира. То есть, вначале он был язычник. Он испытывал все законы природы. Он изучал разные культы, разные религии, можно сказать. Ну, в то время так это не называлось. Но были другие разные языческие культы, которые делали всевозможные манипуляции, изучали духовность, поклонялись ангелам, поклонялись всевозможной природе. Говорят, что все это он перепробовал, все это он изучал. Все он пытался в этом разобраться. И вот эти семь имен, сказано, что он дошел до понимания семи законов, которые являлись семи законами монотеизма. Те семь законов, которые Всевышний дал потомкам Нооха после потока. И символом этого вечного завета с народами мира он поставил радугу, которая имеет семь цветов. Вот. Поэтому объясняют нам наши мудрецы, что он прошел путь от идола поклонника до монотеиста. То есть, примерно, немножко похоже на Авраама. Да? Как Аврааму открылся Бог, когда Авраам сам понял, сам дошел до того, что Бог один. И он один-единственный управляет всем творением. И сказано, что открылся ему Бог. Вот. Так же самое Иетро, говорят, он дошел до того, что все проявления природы имеют общую основу. И он пришел в горе Синаи, чтобы и ему тоже открылся Бог. Чтобы он понял то, что он еще чего-то недопонимает. А именно, вот эту связь с Творцом, та, которая произошла на горе Синаи. Вот. Поэтому, когда он увидел и услышал, что Бог делает для евреев, он пришел, чтобы все понять до конца. Чтобы раскрыть в себе все вот эти силы души по максимуму. Поэтому, кто такой Иетро, он является символом длинного пути, вот этого человечества, связи с Всевышним. Потому что, если взять любой пример любого человека, у каждого свой путь к Богу. Кто-то начинает с одного, кто-то рождается в верующей семье, кто-то потом сходит с путей. А кто-то, наоборот, начинает в каком-то уже зрелом возрасте, ну, такой результат, что и у каждого есть свой путь. Да? Вот. И поэтому сказано во всех, вот, писаниях Танаха, все пророки говорили, что будут времена, когда придут народы, они откажутся от всевозможных культов, от всевозможных лжерелигий. И они придут, чтобы взять иудея за цицит. А что такое цицит? Это символ заповедей Торы. То есть, народы захотят учить Тору и жить согласно тех заповедей, которые действительно Бог дал всему человечеству во время откровения на горе Синай. Вот. Теперь немножко мы сравним, как бы, разницу. Мы знаем, что Всевышний дал еврейскому народу 613 заповедей. Это говорят наши мудрецы. Вот. А народа мира, он дал семь запретов, те, о которых мы говорим, вот это символ радуги. И возможность учить Тору и решить каждому, какое количество добра он должен делать дальше. Это не было дано народам как закон, но как предложение, пожалуйста, идите, изучайте и учите. Это даже в Библии написано, ну, тот, кто умеет видеть то, что там написано, когда вот апостолы, как их называли, это греческое слово переводится как посланники, когда они столкнулись с языческим миром, они говорят, давайте не обременять язычников, не будем им навязывать какую-то еврейские заповеди. А что мы им оставим? Те законы, которые Бог дал человечеству, не быть идолопоклонникам, да, не осквернять Бога, не богохульствовать, не убивать, не есть крови от живого, ну, от неубитого животного. А дальше они так и сказали, а если кто-то хочет учиться, так в синагоге, пожалуйста, открыто, пусть каждый идет и учится, есть спокойная возможность учиться. А вот эта программа минимум, семь запретов, это обязан делать каждый человек, почему? Это воля Торы, это нельзя подвинуть ни влево, ни вправо. Вот. И у каждого есть возможность развивать силы своей души, то, насколько у него есть желание, то, насколько у него есть потребность. И, например, даже про Итро, вот есть два мнения. Есть два мнения по поводу дальнейших действий Итро, когда он получил Тору. И мне кажется, что эти два мнения, это есть пример вот для каждого человека сегодня, как свобода выбора. Есть одно мнение, которое утверждает, что он прошел геюр. Что значит пройти геюр? Это когда человек любой национальности может принять на себя выполнение вот этих 613 заповедей. Сегодня даже, в любой день. Пройти необходимый обряд с принятием авторитетных людей. Вот. И стать евреем. Он будет такой же еврей, как и все остальные. Но у него будет ответственность выполнять вот эти 613 заповедей, как священник перед Всевышним. Вот. Есть другое мнение. Вот. И есть другое мнение, что дочь Итро, Цепора, она приняла геюр, а он вернулся в свою страну. Зачем он туда пошел? Он туда пошел, чтобы принести им здравое учение о вере в единого Бога. И так и сказано, что, вот если мы почитаем в Торе, сказано, что он пошел в свою страну. Вернулся для чего? Чтобы искоренить там язычество. Чтобы принести им свет Торы. Чтобы они могли стать всем анатеистами. И верить в единого Бога. И здесь есть немножко урок для нас всех сегодня. Вот. Потому что сегодня, вот, когда еврейский народ возрождается, и все это Тора сегодня изучается уже всеми народами. Вот. То сегодня, как бы, геюр становится модным. Но тут очень важно понять, что геюр это исключительная вещь. Это потенциально доступно всем. Но не каждой душе это надо. Это надо понять, что это надо душе. Есть люди, которые, я полностью хочу соблюдать все заповеди. Для него быть евреем, это не просто иметь какую-то национальность или переселиться, жить в Израиль. Для него быть евреем, это выполнять все 613 заповедей. Мужчине это каждое утро одевать тфилин. Это соблюдать кашрут. Это соблюдать шабар. Это большое количество каких-то ответственностей, которые Бог дал еврейскому народу. Но еврейский народ сказал, что мы будем это делать. И это тоже был вечный завет. Поэтому геюр это индивидуальная дорога. Но второй пример, это абсолютно для всех. Потому что Итро это пример чего? Пример саморазвития. И пример служения другим людям. Вот посмотрите внимательно. Он вроде пришел же к евреям взять Тору. Но что мы видим? Он отдал свои знания. Он помог построить судебную систему. Он построить помог административный порядок. То есть он вроде пришел что-то получить. Но он принес свое. Часто бывает люди приходят к Всевышнему. И они думают, что он как, простите меня за выражение, как дойная корова. У них куча список потребностей, проблем. И они только ради этого приходят к Всевышнему. Да, но Всевышний тоже хочет какую-то отдачу. Он говорит, посмотрите, рядом с вами тоже есть люди. Но раз вы изучаете Тору, так поделитесь своими знаниями с другими. Раз у вас что-то получается, поделитесь тоже, подумайте о других людях. Надо это видеть как служение Всевышнему. Так вот и Итро сделал. Он что сделал? Он взял Тору. Да он взял эти знания. Он понес их своей стране. Вот и сегодня мы видим в мире, есть же такая проблема. Вот то, что говорил царь Шлома. Что творение сегодня все стинает, то есть мучается. И ждет откровение детей Всевышнего. Какое откровение? То, которое было даровано на горе Синай. Мир сегодня нуждается в истине. Не в чем-то, в каком-то заменителе. Или в том, что люди сами себе придумали, создали рукотворные религии. Это все хорошо, но это все временное явление. Но мир сегодня, и по-настоящему души меняются. Когда они прикасаются к Торе Всевышнего, который он дал на горе Синай. Происходят реальные перемены внутри человека. Это влияет на поведение человека. Вот, поэтому сегодня людям нужна Тора Всевышнего. Вот, а не какие-то придуманные вещи. На этом первая часть нашего урока закончена. Всем хорошей недели.